Всем привет! С вами, как всегда, Дезертир, и сегодня мы поговорим о Пропс Версус Зивотс. Тут я недавно поиграл, а точнее, прямо-таки сегодня, и решил вам показать одну довольно неплохую, на мой взгляд, игру, как я нубил поначалу и в итоге что из этого вышло. Карта маленькая, но давайте поедем, посмотрим. Собственно, сейчас выберем меня. Где я тут нахожусь вообще? Я Зилок, и буду показывать вам, как играть, собственно, за Зилу-то. Ну, по крайней мере, если не отвлекаться, как я обычно это делал. В начале нормальные люди, как бы, за пробок, кстати, ставят вот здесь вот, в этих местах, основной Нексус, генератор вот этот. Ну и смотрите, главное его убрать до появления Зилка, иначе будет вот так. Поехали, чё. Я начинаю медленно изучать территорию, смотреть, где люди. Просканил, не увидел. Чуть-чуть могу ускорить, но, в принципе, не обязательно, да, то есть. Хотя, давайте ускорим. Я начинаю атаковать. Прикалываюсь над тем, как я выгляжу. Потому что выгляжу действительно как-то странно. Мне говорят, что я далеко не страшный. Ну и просит меня, чтобы я не бил человека, которого я скоро найду. Я начинаю потихоньку качаться. Первым делом покупаю перчатки и реген. Перчатки у меня идут на второй левел, реген на первый. Сейчас я купил, по-моему, броню. Даже ускорю чуть-чуть. Нет, вру. Я купил две атаки на 300, то есть получилось 200 листов. Начинаю атаковать. Меня сейчас начинают довольно нехило выносить потихоньку, но я контролирую свои хп и отвожу вовремя себя. Идёт продажа артефактов и покупка новых. Теперь я купил за 400 скорость. Купил за 400 атаку и за 200 хил. Меня всё ещё продолжают уносить. На начальных стадиях я лично не знаю, как. А я обычно на хиле вытягиваю, потому что это удобней. Теперь что у меня тут есть ещё? Вот, я купил здоровье и купил броню. Как видите, меня всё равно коцуют, но уже терпи меня. У меня есть время покопить минералы. Опять же, ухожу на половине здоровья примерно. Даже можно 400 врубить. Скорость, точнее, 4. Нашёл ещё одного человека. Здесь защита ещё слабее, но он её начинает быстро увеличивать. Я отхожу, не добивая его билон, потому что мне выгодно, чтобы люди качались. Нахожу ещё одного человека и начинаю выносить его. Я, типа, качаюсь, набираю деньги. И можно вот легко посмотреть, да, то есть, что я покупаю. Сейчас даже скажу более точно. Итак, я купил атаку за 800 и купил реген за 800. Всё остальное у меня осталось то же самое. Довольно несложно, на самом деле. Хотя в некоторые моменты мне казалось, что я проиграю. И постоянно главное ходить к тому или иному человеку, которого можно побить. То есть, копиться, 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 копиться. А, я здесь купил ещё скорость атаки на 100. Вот, точно вспомнил, что мне в своё время помогло. Ребята, кстати, в своё время, опять же, подумали, что мне лучше свалить отсюда. Здесь я сейчас купил, по-моему, увеличение, да, на 45. То есть, броня пятого уровня. У меня, как видите, довольно сильно бьют. Здоровье у меня указано вот тут, снизу. Я посмотрел, думал, что там ещё народ есть. Но оказалось, что их всего 3 человека, грубо говоря, да. То есть, здесь вот покачался какое-то время. Здесь никого не было. Бил человека, который решил ко мне подойти зачем-то. А вот, вот здесь вот я очень сильно разжился. Мне в каком-то смысле повезло. После чего я купил несколько полезных вещей. Таких, как атака на 32. То есть, атака пятого уровня. Потом, чего у нас ещё я купил. Всё, по идее. Да, я только атаку решил купить. Пошёл здесь немножко, постоял. Спрятался в инвиз. Кстати, есть полезная способность у узелка. Он может три раза бесплатно полностью стать невидимым. И вот мне написали, что, мол, сдайся, у тебя нет шансов. Я, честно говоря, в тот момент примерно так же думал. Но я посмотрел, что я, в принципе, выдерживаю танк, который там был. И есть вероятность, что я могу выдержать нечто большее, чем они могут мне на данный момент противопоставить. Итак, что я имею на данный момент? Это регенерацию четвёртого уровня и регенерацию пятого уровня. Я этого не заметил, но оказалось, что вот такая вот байда у меня стоит. То есть, их две. Также клинок, ещё один клинок пятого уровня, амулет со здоровьем и броня. Лучше так, конечно, не делать. Сейчас я заметил, что у меня был реген поставлен и купил себе больше здоровья. Что дало мне возможность держаться дольше под танками и прочими регенерациями. Как видите, я уже более-менее так стою, ну, относительно долго, да, то есть под танками. Это уже хорошо. Ну, и мне говорят, ты лучше на викингов нападай, нафига ты на танки, мол, лезешь? Ну, я лез, мне пофиг. Здесь тоже поставили танки. Мне говорят, ну, мол, молодец, дождался, теперь и там они есть. Э, не отчаивался, пошёл к следующему. Начал его тоже дамажить. Тем временем я покупаю уже 150 ускорения. Покупаю реген 6 уровня за 3200, да, то есть, вообще нужно стараться, чтобы у вас постоянно все ваши предметы были одного и того же типа, то есть, ну, на мой взгляд, по крайней мере, да, то есть, я так раскачивался, мне было довольно удобно. Вот, ну, я вот сейчас вот раскачиваюсь на нём, он потихоньку улучшает свои пушки, мне потихоньку входит дамаг, я ухожу в Эдвиз, чтобы какое-то время ещё восстановить здоровье и восстановить свои вещи. Что у меня здесь я покупаю? Я покупаю ещё одну атаку для ускорения и покупаю, покупаю, покупаю седьмой уровень брони, вот, что я покупаю. Поехали дальше смотреть, что я буду делать. Попробовал там немножко подкачаться, не получилось. Продал перчатки, купил новые на 200% скорость урона. Стараюсь опять в Эдвиз уходить и восстанавливаю здоровье, опять меня бьют. Я вот здесь думал, что я, честно говоря, умру. То есть, но потом я купил на 8000 здоровье. И, как видите, я стою чуть дольше, хотя и довольно нехило меня там бьют. Хотя здесь, в принципе, можно сказать, что это везение тоже, да, но я думаю, что всё хорошо. Я купил там урон, как видите, он у меня стал выше. Купил, по-моему, ещё второй урон, нет? Что я купил? А, я 300% купил и купил урон на 64, вот. Давайте посмотрим. Меня гоняли туда-сюда. Я потихоньку старался, может быть, быстрее набивать деньги. Сейчас я купил 72% защиты. Это дало мне определённый бонус стояния под пушками. Да, то есть, я смог бы дольшее время стоять под ними. Опять же, я купил сейчас урон. И я купил регенерацию здоровья. Что не может быть не полезным. Я опять же купил урон. Периодически, то есть, надо вот обновлять, как бы, чтобы, как я уже говорил, всё было примерно одного уровня. Вот сейчас я посмотрю, какого у меня всё уровня. У меня 12800, это здоровье. Я, наконец-то, поднял его себе. 12800 щиты. Здоровье и щиты, в принципе, поднимать в первую очередь вместе с атакой. И, ну, чем быстрее вы будете добывать себе деньги, тем, естественно, лучше. То есть, атака и скорость, это зависит именно от добычи вашей. Броня, здоровье и реген зависит, собственно, от вашей жизни. Продолжительность вашей жизни. И чем все эти параметры лучше, тем лучше для вас. Здесь я увеличил атаку. Кто-то мне поставил пилон зачем-то, я не знаю. Ну, атака у меня довольно мощная стала. И после этого я начал довольно шустро качаться, потому что вот этих ребят я уже выдерживал. А здесь довольно много получал денег. В связи с чем я мог спокойно купить себе что-то новое. Кого-то я там случайно, кстати, убил. Здесь я купил себе реген получше. Купил себе ускорение на 400. Это самое последнее. И, по-моему, буду сейчас покупать еще вот этот клинок, чтобы уже максимально быстро прокачиваться. Да, вот я купил. У меня все по 12600. Все, как видите, я стою более-менее спокойно. Мне вообще почти урон не втекает. Зато я добываю по 317. В реальной скорости это выглядит... Сейчас покажу, когда я доберусь. Я вам покажу, как это выглядит в реальной скорости там. Ну, в реальной скорости это выглядит примерно вот так. Скорость, естественно, я соглашусь, не такая уж и большая. Но при этом довольно быстро добывается. Так же не забываем юзать все время свои обилки. В моем случае это невидимость телепортации и спутниковое сканирование. Ну, последнее юзать, точнее первое юзать, только в том случае, если вы не знаете, где ваши враги могут сидеть. То есть, телепортация, это когда у вас очень мало здоровья и экстренно телепортироваться. И невидимость это, чтобы быстро добежать, в моем случае, куда-то. То есть, когда вы не атакуете, вы можете ее использовать. Здесь я долго, долго на них питался. После чего там набираешь 64, по-моему, тысячи и покупаешь урон. В моем случае я купил и броню, и урон сразу. Точнее нет. Да, вот, за два виспена я купил клинок и купил за один виспен броню. Броня на 92% урона. То есть, они мне никакого урона фактически уже не наносят. Хотя изначально, как вы помните, мне уже говорили, да мол, ливай долго от себя. Здесь, как, опять же, смотрели, я только что чуть не снес ему стену к чертям. Уже по 5000 урона идет. Примерно вот таким образом мы и развиваемся. То есть, да, мы вкачиваем урон, вкачиваем здоровье, опять же, тоже за два виспена, да. Мы вкачиваем регенерацию, защиту. Все, у меня уже за два. То есть, пропорционально старайтесь раскачиваться. За восемь виспена уже защита, пожалуйста, да. Там урон за сколько? Урон за восемь. Два. Двадцать тысяч. Да я ему за три секунды случайно снес все, да. То есть, как вы видите. Я уже просто над ними стеклись, потому что я могу просто зайти, они мне ничего не сделают. Вот Сергей, который мне, кстати, вначале говорил, да, то есть, а, мол, покидай, поливай, у тебя шансов нет. Вот он сейчас вышел, потому что он понял, что уже бессмысленно что-то делать, потому что я выношу просто, я над ними стеклюсь. Потому что мне охота прокачать своего зелка там по максимуму, грубо говоря, да, там купить за восемь, все. И, на самом деле, пятьсот двенадцать, по-моему, самая-самая максимальная защита, которая там может быть. Вот. Поэтому старайтесь единственное, то есть, делать так, чтобы вас не убили. Это главная задача, которую надо преследовать, чтобы вас не убивали. Нужно просто вкладываться в нужные айтемы. В данном случае это, вот, например, здоровье идет, да, то есть, как у меня, это идет броня, самый важный параметр, на мой взгляд, регенерация. На начальной стадии, скорее, регенерация и броня играют важную роль. А хп играет роль примерно на втором плане. Хотя я иногда прокачиваю через хп и реген, то есть, вначале. И потом добавляю уже там урона и так далее. Ну, как видите, я сношу уже последнюю стенку, тоже особо не парюсь. Урон у меня довольно-таки высокий. Двадцать тысяч, то есть, то урент, который там стоит, бедняга меня не может ничего со мной сделать. Я просто спокойно стою, отдыхаю. Вот. В принципе, это гг для игроков, которые играли со мной, потому что они мне ничего уже не могут противопоставить. Я зарабатываю быстрее, чем они успевают что-то улучшать. И в связи с этим я могу спокойно качаться. Хотя в последнее время пошли, кстати, люди, которые постоянно кикают, ну, точнее, пинают тех или иных игроков, которые, на их взгляд, фидят других. То есть, сталкера. Ну, кстати, вот можно увидеть, как я здесь купил себе 40 тысяч урона. И защиту. Это даже не 40, 80, простите. 80. Вот. Я пишу, я же говорил, что страшен. Ну, и выношу, собственно говоря, всех, кого я вижу. Тут от меня человек попытался сбежать. Вот он убегает от меня. Я так заметил, куда он сныкался. Бегу за ним и убиваю его. Последний человек остался вот здесь, но вы это помните. Вот люди покидают несколько игру. Здесь собачка пытается убить. Я ей дал кое-какие вещи. По-моему. Сколько я помню. Ну, я просто с одного удара захожу и выношу, как бы, человека. Все. Вот примерно так, ребята, просто. И можно спокойно выиграть. Ничего в этом сложного нет. Иногда я сам туплю, я не спорю. Но я надеюсь, что у вас получится примерно так. Или даже намного лучше, чем у меня. Всем спасибо за внимание. С вами был, как всегда, Дезертир. Смотрите мой канал. Подписывайтесь, если у вас есть такое желание. Но всем удачи. Пока-пока.